запись пошла запись вот ну много-много воспоминаний на всплывало и вот одно из них сейчас попробуем записать такой чувак странный немножко волосатый бледная очень кожа такие вот кустистые брови низкий такой в общем и напоминает гномов из фильма вот это вот крайнего с драконом типичная такая ситуация можно сказать чтобы но микки реально но один такой вот очень темный очень но где-то мета шестьдесят метр пятьдесят даже по нашим меркам очень такой глаза стальные холодные прям пронизывает и потом он что-то меня ударил меня прям голову снесло сверху начал вспоминать какой-то реально гномик моно вспоминай рассказывай как где это снова я греб очень она очень коренастый сильный волосатый сильно не совсем пропорциональная фигура по человеческим меркам знаешь вот вот когда-то было это шоу ключи от форта br и там вот эти вот которые небольшого роста бегали вот примерно так руки такие массивные ноги короткие торс большой но как-то вот так они сложены не совсем так как мы привыкли по-человечески ну а рост примерно до примерно метр пятьдесят наверх только такой очень мощный как в ширину не в высоту растет а в ширину растет волосы торчком там и борода и усы и волосы длинные они как-то вверх торчат и вот так висят как вот грива у льва по сути по большому счету лохматые такие космы какие-то ну вот примерно такого до глаза остальные чуть-чуть на выкате такие какие-то знаешь и кожа какая-то вот как но бледная бледная да вот как вела как ну вообще вроде света никогда не видел как пирогомент какая-то да да есть такой был такой реально я как попроснулся долго отходил на голова снесена ты худенький очень с ним очень да совсем молодой и совсем худенький вот там где у вас какая-то схватка нас не схватка он тебя просто убил и все спойлер давай не бросай давай самого начала как ты там была да я была там гномик тебя убивал я не было а вот вообще в той жизни было в том воплощении тебя как я помню тебя я помню мы сидели как знаешь как бы это сказать почему это все похоже на тоже бледной бледной кожей условно люди высокие и очень худенькие не худенькие а просто узкие знаешь вот я не знаю как сказать много солнца да да плечи узкие бедра узкие вот люди высокие и очень-очень узкие и лица узкие ну как-то вот вот такие вот люди я себя помню очень тонкая талия до словно эльфы условно ну давай да можно так назвать так будет проще если я помню первое что я помню это лет восьми десяти вот так вот девочка маленькая может восемь лет может десять примерно вот такого возраста нас там много детей нас там наверное человек ну 15-20 детей женщины которые с маленькими совсем детками грудными там две или три женщины сидят по моему три женщины сидят кормят своих младенцев играют с ними и заодно за нами за всеми присматривают моя мама я точно знаю что она там младенца кормит у меня кто-то то ли братишка скорее вот с его братишками и она этого братишку кормит а я как взрослая уже восемь лет мне я ей помогают за этими всеми детками мы присматриваем это не наши детки не то что это все одна семья мы скорее там жили как знаешь как общинами какими-то взрослые все где-то куда-то ушли где-то их нет а мы вот те которые там не работают потому что у них маханька и детки и мои детки там кто поменьше тот играет кто постарше меньше добавляет вот такого плана помню я помню мы хлеб такой большой кушали или дыню я не знаю как это правильно назвать на вкус она похожа если хлеб замочить в сладком молоке это хлебное дерево да размочить знаешь вот у меня куш хлеба размочить в молоке в таком сладком сладком и он прям такой чуть-чуть пористая но вот вот попробуйте и пить можно есть кому интересно может в молоке намочить хлеб и узнает какой это вкус был к сладком хорошем молоке ну вот примерно такое мы кушали вот такие большие но оно было вот большое вот такое мы его как на кусочки резали кокос внутри разорвали там то можно есть это да она была вкусная детки там играется тепло хорошо мамы там полянка детский сад да все сидим и играемся деревья такие интересные очень толстые стволы вот условно сказать бы как баба только баба бы они очень высокие да а это не такое уж высокое дерево просто обычное дерево но просто очень широкий ствол и крона но не такая уж мощная ноги под дуб но еще больших итальян еще не что еще больше толще ствол и он такой гладкий не такой как у дуба у дуба кора шероховатая а он такой более гладкий такой знаешь на ощупь такой приятный трогать его может мы под этим деревом все сидели играли там какое-то было я не знаю как это назвать как не не урочище но вот немножко там как какой-то обрыв или какой-то яр вот что-то было вот ровная площадка скажем так полянка да а то дальше как обрыв какой-то был и вот мы тебя увидели ты из этого обрыва подымаешься ты такой же мелких тебе наверное лет около семи может восемь может всем только ты жутко худой мы все там худенькие но потому что вот такая вот натура у всех у нас но ты совершенно худой на тебе какие-то лохмотья одеты не одежда даже одета и у тебя на ноге вот за за бедро где-то выше колена и ниже чем на бедре вот какая-то цепь ты ее в руке вот так несешь она длинная она у тебя на ноги крепится вокруг такие чуть выше колена а другой конец ты несешь вот так в руке и ты поднимаешься к нам ты что-то говоришь мы тебя почти не понимаем то есть мы понимаем что ты говоришь как бы по нашему но в то же время и не по нашему вот слова язык наш но это знаешь условно говоря разница немножко как диалект в одной части страны и в другой части страны я был с другого племени да ты был с другого племени и вот мы тебе вот эту вот этот вот дыня хлеб не знаю вот это вот что-то тебе даем чтоб ты ел ты очень голоден ты прям но вид такой изможденный у ребенка кожа совершенно бледная какая-то желтоватая прям ну такой нездоровый вид знаешь и ты вот поел немножко и упал там под деревом мы все малыши сбежались вокруг тебя кто там меньше вообще стоит так знаешь вот пальчик в рот смотрят на тебя что это такое с тобой кто ты такой мы тебя не знали кто ты откуда ты взялся а ты вот как полное изнеможение лежишь мы ждали пока придут взрослые но пока пришли взрослые мы тебя уже накормили но и там же были несколько мам которые но присматривали скажем так за нами ты убежал ты говорил что ты убежал ты был как в плену и ты убежал ты говорила по воздуховоду да там было очень темно сверху это видно было сверху это видно было как какое-то там урочище я вот что-то оврах какой-то и оттуда какой-то выход но это так как мы тогда я так воспринимала как ребенок я смотрела я таким образом воспринимала что неровная поверхность а там какая-то вот как что-то ты рассказывал ты рассказывал что твоих родителей они убили а тебя захватили и ты несколько лет провел с ними два или три года ты с ними провел ты был как пленником они тебя водили за собой на веревке и на веревке на этой цепи они тебя водили не жили под землей они не выходили на ну скажем так на свет наружу они не выходили их раньше не было там где вы жили нет их раньше не было там где мы жили они как пришли откуда-то они строили подземные города у них города были очень интересные такое знаешь как условно вот как бы это объяснить как такая большая площадь под землей они сразу делали место пустое такое большое круглая площадь и как кармашки ниши вырывали для каждого там как отдельные какие-то домики комнатки норы не знаю вот таким образом как то они жили они передвигались и между собой вот коммуникации они там один город потом через какое-то расстояние второй как они делали землю деревня города до землю просто как отвал жилище какое-то а вот то место где они жили она соединялась теми которые они раньше проходили как и знаешь они даже шли не по земле а под землей и почему-то они не выходили на на солнышко на свет и собирали металл желтый да да металл странный был что-то среднее между не знаю металлами янтарем она была полупрозрачная светящиеся да но это было как самородки такие как кристаллики такой не совсем острая граненка более но вот как самородок что там нет четких граней а вот просто как что-то она светилась под землей она внутри как живой какой-то типа висмута металлический кристалл до освещение был на этом металле у них то где под землей у них было освещение если мы сверху мы питались в основном мы ну как я так понимаю насколько я помню мы были как я не помню чтобы мы что-либо кроме этого хлеба ну конечно ели там какую-то еще фрукты овощи вот такой травки там не было земледелия именно у нас у нашего племени земледелия не было мы питались тем что росло может садоводство какое-то за деревьями ухаживали это да но вот так чтобы там поле пахали или что-либо делали это было не нужно достаточно плодородная была земля и достаточно богатая была фауна поэтому хватало всего то что выросло флора хватало всего того что росло мы кушали вот срывали фрукты и и все по большому счету ты был очень худо изможденный у тебя просто не переваривал ту пищу которую ели они я была очень что-либо как они назывались это такие как большие крысы очень большие вот кроты да типа кроты типа как кошка больше чем наши кошки условно говоря вот такого размера небольшие эти кроты крысы кто они там были вот эти деревья которых я говорю под которым под которым мы сидели возле которых мы селились эти деревья ну вот я их назвала хлебные деревья это аналогия с тем что мы знаем но по большому счету мы жили возле низ где они росли потому что они нам пропитание давали это источник пищи которую легко сорвать быстро съесть и все нормально ничего не нужно с этим делать был дерево само по себе большое толстый ствол но там корни были интересны на корнях знаешь вот как у нас растения ельда любые вот эти вот клейвер все на корешках такие как пузырьки с кислородом с чем-то и они там как почву обогащали там на этих корнях как клубни какие-то маленькие картошки типа картошки вот что-то как клубни какие-то росли на этих корнях этого дерева и вот эти крысы они под землей делали хода и рыли и они спускались глубоко но я не знаю там может метра три я не знаю сколько это по 3 5 не важно они спускались туда и обгрызали вот эту картошку тем не менее дерево не засыхала она как заново вот это как клубни нарастали и все то есть эти крыса лучше да эти крысы не не съедали дерево они просто вот условно эти картошки съедали а дальше она дерево да как-то вот они носа именно не так как у наших крыс вот такой лопатой да как-то такой плоский был прикольные такие да и лапы у них были такие короткие мощные очень типа такса без ушей уж все стерлись процессе интересные животные и вот эти гномы ну будем называть их на вами так намного проще понять эти гномы жрали вот этих вот животных ели они потребляют обывали ловили еще жрали эльфов твари оказывается как выяснилось дожрали ты был слишком маленький худой тебя просто родители твоих убили вы где-то вот на ваше поселение они как напали а тебя ты был слишком как они считали заморожь взяли тебя как поиграть знаешь там дети какие-то взяли тебе как в качестве домашнего животного там поиграть а взрослые думают ну пусть поиграют откормим его да и тогда уже чё с него толку то если во-первых маленький во-вторых худенький но шо все толку и водили тебя за собой водили с тобой там такое впечатление что первое время дети как играли как вот с котом собакой а потом надоел и просто стали меньше чтобы уделять внимание и ты смог убежать это года два там ты у них пробыл но и потом ты это все время жил с нами в нашем племени первых ты не знал куда тебе возвращаться ты не знал где твоя племя по тому наречию на котором ты разговаривал мы тоже не понимали куда именно не было отправить можно да и оставили тебя с собой ты с нами жил в нашем но в нашей деревне если это можно деревне назвать а потом когда некоторые события начали происходить уже стало понятно что эти твари не не просто пришли и не могут просто жить под землей во первых этот металл был своеобразный он взаимодействовал как-то с энергии общем он давал без него жизни как будто не было как запустынивание они его собирали и трансформировали общем забирали жизнь и воду отводили да они отводили воду чтобы не было подземных но водных вот этих истоков чтобы их не затопляло их жилище но они меняли экоструктуру и деревья те которые сверху они засыхали со временем засыхали деревья и соответственно эти крысы условно говоря уходили дальше жить туда где есть эти деревья им приходилось мигрировать вместе с этими крысами чтобы до них охотиться пустынивание пустыни во я и все больше и больше площадь как как зараза такая разрастает мы плюс этого анарка вампира не какое-то обратное время обратная магия чтобы осваивать вот эту энергию жизни перерабатывать энергиями смерти питаться как какие-то подземные ну вот как плотины какие-то ставили уводили воду там было странно вот как под землей текла река какая-то знаешь и они просто отводили пустоты какие-то воды какие-то были реки какие-то под землей был и они его уводили в сторону и сверху на земле поэтому получалось как пустыня просто там все на данной плюс они убивали этих вот крыс который как бы объедали то что он какие-то паразиты маленький нарост и на этих на корнях то есть это дерево было в теле для дела да не как санитары этого дерева то есть это вот они все уничтожали эти гномики ну и чем закончилась дальше и дальше мы нам тоже приходилось отступать если деревья погибали если сверху была пустыня нам приходилось уходить на другие места там где было не обжито для нас нам постоянно мы как знаешь на какое-то время передвигались а потом дальше и дальше больше и больше было пустыни и решили что нужно надо как-то это все решить нужно скорее всего воевать но наше племя было но не то что достаточно мирное она вообще не представляла как можно существовать и во время какой-то там нужно ввать кого-то убивать кого-то да это было она настолько неестественно что об этом даже подумать было невозможно. И когда одни, скажем так, мужчины племени выступали за то, что нужно защищать свои земли, нужно как-то разбираться, нужно как-то или воевать, или нападать, потому что понимали, из-за чего это, понимали, что это из-за гнома. Другие говорили, что это неправильно, неестественно, что мы типа выродимся, мы убьём сами себя, если мы начнём воевать. Да, мы пойдём в природу, да. Да, и мы себя разрушим. Поэтому у нас происходили очень большие, как, знаешь, как наше общество, наше племя, не только наше племя, там другие племена, которые рядом с нами жили, таких же людей, как мы. Это как большие общины, знаешь, вот, условно говоря, деревни большие. И потом, если в случае вот что-то вот случилось, пришлось собираться и обговаривать какие-то проблемы. Некоторые, это большие споры были, прям баталии, баталии, знаешь, что делать, или так, или так. И вот разделение такое мощное. Ты сказал, что ты с ними жил, ты был подросток. Это уже прошло, наверное, семь или восемь лет после того, как ты к нам пришёл. Но если в том... Не лет пятнадцать, а лет семь-восемь я убежал. Да, да. Вот примерно так. Ты какое-то время с нами прожил, но ты говорил, что это чудище, и с ними невозможно договориться. Да. Ты говорил, что они настолько недоговороспособны, и что, ну, это глупая затея. Они понимают только силу, потому что они сами по себе вот вампиры и злобные очень существа. Чтобы предотвратить как-то больший раскол в обществе, ты сказала, что так как ты их знаешь, они, скорее всего, к тебе прислушаются, хотя бы потому, что ты понимаешь их язык, ты знаешь их язык, ты знаешь, как их найти и как с ними разговаривать, так как прожив с ними некоторое время, у других такого опыта не было. Другие даже не знали, как с ними разговаривать. То есть абсолютно не общались между собой. Те, которые жили на поверхности, те, которые жили под землёй. Ты сказал, что спустишься к ними и попробуешь договориться, попробуешь объяснить или установить, договориться о том, чтобы были установлены некие границы, чтобы они жили, ну, раз уж они не меняются, они такие, как есть, а мы такие, как мы есть, как-то существовать мирно, нужно разделить, чтобы, условно говоря, по левую сторону одни жили, по правой там другие жили. Ну, как-то, ну, вот я совсем условно, поговорил. Ты говорил, что, скорее всего, они не послушают тебя, но ты сделаешь всё ради того, чтобы договориться, чтобы в дальнейшем между собой люди наших племён не ссорились, чтобы всё было мирно, чтобы мы никогда не сомневались, что мы стали на правильный путь. Я знал, что не вернусь там. Да. Потому что, если бы не было этого опыта, всегда бы было, вот знаешь, сомнения, правильно ли поступили. Не зря ли первые начали, да? Не зря ли первые начали. Там, наверное, как на идиота смотрел, так, типа, ты серьёзно? Ты что, пришёл тут говорить, что, мол, типа, мы должны туда и дальше... Всё бросить, да, и пойти, да, да, да. Да. Он тебя просто прибил, как муху, и всё. Ну и тогда уже нам пришлось с ними воевать. Стрелы, луки такие какие-то, как, знаешь, я не могу даже описать, мне кажется, как фитиль какой-то на конце стрельной горел какой-то, как фитиль, и туда вниз, по этим воздуховодам им туда бросать. Чтобы дым, да. Да, чтобы дым какой-то. У них там было интересно, это вся планета, структура планеты была очень интересная. Там сверху было, ну, нельзя сказать, что равнина, но практически там, где мы жили, была, по сути, равнина. Там горы где-то далеко были, просто очертания гор. Ну, мы жили в долине, скажем так. А под землёй были вот такие целые, знаешь, как, не скажу, что шахты, пласты какие-то там, подземные реки большие. Они и на земле это были эти реки, но они были и подземные. Строение, структура земли той такая была интересная. Какие-то пустоты были, естественно. Пустоты, да. Которыми они тоже шли, да. Да, не то, что они там себе прорывали, метро строили какое-то, слушай. Они просто использовали ту структуру, которая уже была. Они вот эти вот пустоты использовали. Только расширяли, углубляли, увеличивали, только вот таким образом. Потом война началась. Да, война. Просто поняли, что нельзя договориться, раз я не пришел. Договариваться нельзя. Да, они тебя мертвого просто выбросили наверх. У тебя голова была рассечена полностью, как вот так разбита, и позвоночник сломан. Ты вот неестественно выгнутый, не там, где талия, повыше талии. Вот так тебя как пополам сложили и выбросили. И мы уже увидели, что вот дальше все пошли с ними воевать. Просто мы были совершенно мирные, у нас даже оружие не было. Мы не умели воевать, и нас очень многих там перебили, пока научились хоть как-то защищаться. Вначале они были сильные, они были выносливые, они были физически намного более крупные, развитые. Казов два объема. Хотя они были ростом поменьше, вот если взять, допустим, когда вы с ним говорили, он был вот так вот тебе условно, говоря. Ну, условно, у тебя был метр семьдесят, да, у них, когда ты вырос уже, когда ты к ним пошел. А у них метр сорок, метр пятьдесят, вот так вот делали. А ты еще рассказывал об их женщинах. О, ну да, женщины. У них тоже женщины были. Ну, неужели? Ну, и такие волосатые были, как мужики, так и женщины. У них не было первичных половых признаков, скажем. Ну, внешних, да. Да, вот, именно не было. Отличия не было. Да, вторичных. Ну, вот внешне они были такие же, как мужики. Голова, как до сих пор болит, и плечи, да, потом как выкинули. Как пополам вот так сложили. И не так, как вот, естественно, как можно согнуться, а наоборот, вот. Затылком. Посередине просто, да. Да, поломали вот так. Как спичку. Наоборот, да. И выбросили наверх. Демонстративно показать. Переговоры. Что было? Что переговоры окончены. Ну, смотрел, такой взгляд, это как вроде на придурка полного. И ты серьезно? Типа, этот взгляд сложно забыть. Ну, очередная жизнь. Не своя смерть, очередная, неестественная. У меня ловушки какие-то потом строили. Мы некоторые просто проваливались к ним под землю. Как знаешь, вот сверху, вот сверху все ровно, а тут земля выбрана, вот так. Наступаешь и проваливаешься туда, непонятно куда. Они подлые, у них техника была, у них металл был, вот эти кайло, которые у них по башке, но это и боевые инструменты, и как рабочие. У них такие были похожие, я бы сказала, на тележки такие похожие, только такие большие они, и колеса такие мощные очень. Вот тебя к этой тележке привязывали, когда они продвигались туда-сюда, пока ты у них еще был, там маленький, они за цепочку, это тебя вот туда пристегнут, и ты там сзади бежал, за этим, вот за этой тележкой. Но у тебя рабочая сила никакая была вообще, там не кушал, не ел ничего почти. Блевал, потому что мясо не переваривал желудок. Не переваривал, ну что-то там чуть-чуть, может, усваивалось, а если ты бы там два года не прожил. Ну, как-то да. Больше коренья всякие такая хрень. Я помню, что мы падали вот именно по себе, я помню, что вот становишься на землю и проваливаешься, проваливаешь под низ, вот туда в какую-то яму я как свалилась, я дальше не помню. Вот сверху земля ровная, не видно, чтобы там какие-то ловушки были, а снизу выбрано все, там тонкий слой какой-то оставляли. Ну, колья и все остальное, да. Мы просто идем и падаем туда и все, вот они подлые, да, были. Ну, пока началась война, я думаю, уж им даже не важно, кто выиграл, важно, что... Показали, что с террористами не договариваются. Да, да. Ну, с вампирами, паразитами невозможно, таковая их природа. Да. Любые договоры, это временное. Потом скажут, как все пожиратели в другом мире. Я помню вот эти вот склоки, которые, знаешь, каждый как, вроде, мирные племена, но вот как доказывали друг другу, что... Сложно видеть. Те говорят одно, да, те говорят одно, те говорят другое, те говорят там нельзя, мы станем, мы уподобимся им, нельзя там, ну, вот, вот, постоянно вот это вот, это вот. И никто не готов был. Даже вроде бы врагов нету шпионов, а раздрай полный, вот, как и сейчас есть и будет. Все правильные, все кричат, вроде бы никто плохого не хочет, но никто друг друга не слышит, и каждый свою правду как вроде бы самую основную продвигает. Едино начали никакого нет. Сплошная демократия со всеми ее особенностями. Младенько достаточно. Там еще много чего можно рассказать, но суть, кто хочет, кто может, сами посмотрят. или пофантазируют на тему этого рассказа. А мы попробуем сейчас записать другое следующее. Все, всем добра, пока. там.